Прокуратура Рязанской области проводит масштабную проверку в магазинах с целью выявления случаев необособленного повышения цен на сельскохозяйственную и продовольственную продукцию. Помимо прокуратуры, к проверке подключились и представители других ведомств, а именно сотрудники антимонопольной службы, Роспотребнадзора и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. В ходе проверки будет дана оценка механизму ценообразования на продукты питания, а также обоснованности повышения на них цен, в том числе как на продукцию, производимую на территории Российской Федерации, так и на продукцию, которая производится на территории Рязанской области. В рамках вот этой проверочной работы планируются основные усилия направить на выявление и пресечение фактов необоснованного повышения цен, установить, если такое будет, факты ценового сговора организации торговли и поставщиков. Существенное повышение цен, которое мы сейчас наблюдаем, происходит из-за огромных скачков рубля по отношению к другим валютам. В глобальных масштабах, то есть на уровне страны, эта ситуация напрямую зависит от действий Центрального банка. Цены на продукты питания российского производства с конца прошлого года уже увеличились в среднем на 15-20%. Так как тарифы на услуги естественных монополий, то есть на свет, газ, воду растут. Многие компании используют импортную упаковку. Тот же Тетропак – это тоже ощутимые траты. К тому же удорожение товаров идет из-за очень высокой ключевой ставки. Специалисты пытаются удержать ситуацию в рамках приличия. Но согласитесь, покупать, к примеру, яйца за 70 рублей, молоко за 60 и пару килограммов мяса почти за 800 очень и очень накладно. А если семья большая, и их потребительская корзина должна пополняться продуктами первой необходимости пару раз в неделю? Одна эта мысль легко может вогнать среднестатистического россиянина в психологический кризис.